добрый день дорогие друзья с вами некрас и сегодня у нас неожиданная игра называется она миньон мастерс и она очень похожа на clash royale давайте ее изучать мне кажется игрушка очень любопытная и я так понял что нам надо выбрать карту это понятно карты имеют разные стоимости ну типа маны да а мана как я понимаю у нас накапливается потихонечку сейчас у нас накопилось 10 маны мы допустим выбираем легионеров да существо и мы должны выбрать линию по которой это эти значит получается эта карта пойдет эти воины допустим по низу и они идут именно оттуда где мы их создали на и соответственно вот эти воины которых мы вызвали они будут атаковать главную базу противника мы можем нанимать и других здесь есть у нас как я понимаю еще магия своя видимо героическая но нас игра пока что учит да давайте будем потихонечку учиться чтобы не пропустить каких-то важных механик правильно так мы повысили уровень нам дают сундук обычный сундук мясник о прикольно призрачные существо очень высокий урон и низкая скорость атаки я полагаю что монстров тут всяких много и нужно собирать свою видимо колоду для эффективного значит эффективного сражения и возможно тут много есть разных тактик давайте будем изучать значит тут все написано и здоровье и урон в секунду и скорость даже есть атаковать может только наземные цели значит забираем награду получаем золото и раскачиваем уровень профиля хорошо да это такая межмировая квалификация это типа такая тренировочка типа тренировочный турнир такой хорошо battle давай давай дальше добро пожаловать во второй раунд карл арбалетчик против нас как только мана появится давай нового мясника вводим в игру прям сразу мясник хорошо атакует он сильно правильно огненный шар это уже заклинание с малым или средним запасом здоровья мы можем их атаковать нашей магией а то есть то есть магия она может медленно лететь и надо рассчитывать да неплохо уже неплохо магию мы поняли на как она работает редкий сундук и нам дарят шоковых копьеносцев их атаки оглушают врага на целых две секунды вот уже какие-то механики пошли оглушение замечательно золото поехали третий раунд шоковый копьеносцы прекрасный способ противодействия мощным врагам видимо как раз тем которые бьют медленно это какой-то снайпер из доты только какой-то другой захватить один из них и начнешь получать опыт теперь тебе доступны мосты но допустим давать я мясника вызову и пойду по верху это твои навыки заработать достаточно опыта и сможешь открыть их дальний выстрел атаковать любую цель на поле аэродинамика все дружественные войны дальнего боя во время призыва получает эффект меткость плюс 2 к дальности громовержцы атакуют вдвое чаще волниеносные эффекты да то есть вот то третий скилл ускоряет первый получается до выбросы маны опыт превращается в ману вот видимо вот в эту ману открывается после получения двух единиц опыта понятно но захватил я мост хорошо 4 маны давай а мы своего-то мы своего юнита тоже можем так уже стало это это эти гули из варкрафта да реально так тихо атаковать мы пока не можем да вот об мост захвачен об нам дают опыт шоковый копьеносцы копьеметатели а он нормально не так раскидали тут очень непонятно что написано но мы можем использовать дальний выстрел а он сам а он сам атакует он сам атакует прикольно так ну хорошо наземные цели так а я хочу чтобы это а это сильный это оглушен а то есть они вообще то есть они бесконечно могут оглушать и цель вообще никуда не пройдет да а мы можем атаковать вот прям вот так вот это я не проверил это я не успел проверить так это уже становится все любопытнее и любопытнее я вам скажу будущее в прошлом уникальное ползучие заклинания после использования да надо будет посмотреть в наборе видимо да четвертый уровень у нас и что это кто это дракончик призрачный летающая летать что очень помогает ему справляться с наземными воинами ближнего боя которые видимо бить его не могут вообще урон в секунду 50 охранитель вар врат redbo его нужно уничтожить чтобы попасть в игру в принципе да в основу в основную как лигу или как сказать наземные войны ближнего не могут атаковать летающие цели о нормально пушечка такая так ну поехали давай пошел мясник а на зи это ага дракончик давай дракончика а да даже так так как оптиметатели же могут да они их прям сносит отлично давайте мелких поставим а смотри как они они прям их разносят шоковые так вот этого надо нам вот так сделать чтобы он оглушал арбалетчики они пока пока те оглушают они бы это самое давай немного воители для укрепления нашего ближнего боя сейчас у нас есть эти гули легионеры давайте легионеров поверху пустим слушайте надо шоковых походу а у нас их нет да это обычные копьеметатели правильно так все быстро происходит вау 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 так гули шоковые копьеносцы вот так уже получше давайте вот так сделаем через арбалетчиков и летающего дракончика аэродинамика а да смотри он прямо атакует жестко да так начинаем это карты тут меняются это я уже вижу следующий будет шоковая не успеет да они смотри то есть это тоже засчитывается в урон огненный шар хорошо змейный друид ползучий летающий воин так он ползучий или летающий подождите определить уже крыса со снайперской винтовкой высокая дальность хороший урон но целится долго ну окей тоже интересно межмировая квалификация пройдена ты неплохо справляешься для следующего матча нужно улучшить твою колоду открывает сетевые игры и 4 новые карты давай божественная воительница небесное существо это воительница провалило испытания в часовне света однако ей удалось освоить пару хитростей например очень удобный божественный щит священный щит который дарует не восприимчивость к урону время жизни 5 секунд что еще у нас есть копьеметатели средний ближний боевой на однако их первая атака бросок копья с двойным уроном а вот оно как только первое да поэтому можно быстренько снести летающих ясно синий голем что-то новое зен-чи существо твердый как камень его очень сложно разрушить а бьет он будь здоров 7 маны стоит наземные цели редкий сундучок магменная пушка небесное строение эта пушка стреляет у врагов в радиусе своего действия шарами раскаленной магмы на случай если тебе не хватает боевой мощи то есть она видимо двигаться не может и живет 30 секунд а в твоей колоде не хватает одной карты нажми на нее чтобы добавить карту а теперь добавь крысу снайпера ну давай давай крысу назад а вот и наше первое задание сыграть матч ну и теперь так понимаю мы сыграем онлайн уже против игроков давайте посмотрим а уже уже нашел то есть мы уже играем с игроком по сети довольно быстро пятый уровень я пятый уровень ну давай легионеры они я думаю должны тех гулей разнести оу так это у нас дальний бой будет точно крыс крыса будет она будет это прикрывать я сейчас побольше таких вот шоковые копьеносцы да 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 шоковых надо чтобы они вот этого вот этого мясника здорового дракончик давайте по верху пустим мы захватили ага о смотри-ка что-то жестко что-то жестко как-то так все мы прям размесили наша первая победа в сетевой игре так выиграет десять игр одну мы выиграли шестой уровень уникальный сундук токен силы нажми на награду чтобы забрать а что делает боевой ранг ты получаешь свой первый токен силы скорее открывай башню силы так окей нажми чтобы крутнуть а нам должен какую-то инкуб призрачное существо бесстрашный демон который телепортируется на бойцов дальнего боя и наносит урон по площади а то есть если противник на спамят лучников то им не повезет очень сильно если мы этого бойца на арену позовем ну допустим нет токенов понял окей давай дальше играть бой предыдущие ожидания матча 5 секунд но слушайте быстро чё сказать призыв война с большим запасом здоровья для защиты хлипкого стрелка отличное чё комбо ну давай начнем с кого с легионеров скелетик я думаю скелетик падет так активно атакуем агрессивно крыса будет прикрывать оу вот это да так шоковых сюда ой крысу то прикрывать ты никому о-о-о-о-о-о вот это уже нехорошо так прикрывайте ребята арбалетчики оглушаем вот этого жесткого оглушаем начинаем атаковать а применил огненный шар но у нас еще ребята остались еще один оглушен хорошо легионеров больше мощь должна быть смотрим что он будет делать дальше а ты посмотри чё а пусть мы в принципе все равно выиграем смотри так что ему этот скелет все равно не поможет чтобы остановить мясника призови много мелких воинов то есть не обязательно его именно оглушать да хорошие советы игра нам дает ты получаешь 1000 золота ранг в лиге деревянная теперь у тебя достаточно золота для покупки токены силы в магазине а он теперь открыт какое замечательное совпадение так давай открыть башню силы но и что это бешеный мародер ползучий существо жертва дается бешенство если пожертвовать как минимум одну пару ползучих призвать пару ползучих так не совсем понял но я так понимаю что это особо какая-то механика у тебя не только на в силы так значит мы можем их в эту колоду до призвать попробовать колода кого мы можем убрать мы можем убрать допустим воителя как убрать вот так и на их место поставить бешеного мародера а это 6 это шестерка шестерка а воители-воители райвики ну давай так попробуем заодно посмотрим как это работает дальше поехали а награды награды чуть позже возьмем награды ничего страшного стране теряет прочность со временем отличие от воинов а то есть пушка просто будет 30 секунд и ее никак не это ну поехали первые оглушающие а множество мелких воинов хорошо смотрим на его ход мясник один воин нужен копьем метатель против а ну хотя можно и так о хорош больно бьет слушай поехали сейчас будет атака на этих мы огнем по отлично крыса о какой жесткий шину его надо оглушать да 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 его прямо оглушать надо а я ее это он жесткий крыса прикрывает воители ребята прикрывать арбалетчики отлично но это уже по посильнее играет смотри первая атака будет жесткой а чем прямо отсюда может быть да ладно синий голем вот я сейчас вот эту и этих призову по они это телепортируются смотрю они жесткие суши крыса давай оглушение пожалуйста не успела крыса не успела а не а он тоже оглушающих поставил а мы вот так а мы вот так во слушай вот сейчас не очень дела идут ну-ка он захватил тот мост они же смогут это что такое надо тот мост захватить отлично крыса прикрывай у него жени там меньше чем у нас мясник но так гули гули надо было надо было понизу а давай вот так он опыт получать это это плохо захватываем перехватываем а огонь слушай плохо дело очень плохо мы сейчас проиграем да он выиграл он выиграл у него какие-то новые юниты кстати какие-то совершенно новые использую альт чтобы отправить сигнал своему союзнику тоже что типа два на два можно играть в этой лиге нельзя потерять потерять рейтинг здесь ты можешь узнать какие карты были у твоего противника ну-ка магическое кольцо заморозка маны а дружественное существо окружают магические снаряды которые наносит урон первому врагу который их коснулся можно использовать только на своей половине арены а разве он вроде на моей использовал кристальные лучники опасны на расстоянии эффект выброс маны позволяет им стрелять быстрее если у тебя достаточно маны а вот это интересно вот эти сильные походу но раз они такие жесткие то лучше чем арбалетчики арбалетчики за два а эти то за три и 200 это что это типа их популярность или как типа их сила оценка их силы это интересно это крутые так достигли седьмого уровня давайте посмотрим колоду в принципе я не понял этих собачек есть у нас голем есть а что мы можем какую карту мы можем еще один огненный шар а больше нельзя тогда можно воительницу добавить да а это что слава твоей колоды определяет насколько развивается твой боевой допуск когда ты побеждаешь а а это что такое это что у нас а они нужны для покупки многих полезных вещей замечательно так окей давайте дальше мост да а мост надо захватывать тоже не забываем не забываем про мост это это валла из heroes of the storm похоже давайте начнем с гулей прикрытие ну а мы вот так сделаем вот какой-то некромант посмотри так мост захватываем вот воительница а чё они не атакуют даже это что было шоковые шоковых надо было видимо поверху да шоковые я смотрю отваливаются от этого так воительница нужна но она не сильно то справляется я смотрю о слушай еле еле какие карты ты посмотри что творит он вообще меня разносит у него прям какие-то жесткие карты и домик какой-то он сделал надо перезахватить мост а он спавнит воу он он может вызывать других короче прикинь о синеголем ну он же жесткий наверное да да они смогут атаковать а не смотри они могут крыса прикрывай крыса у меня антивоздушных а не смотри крыс это может нормально прям размешивать мясничка давай под прикрытием голема о нифига он прям бежу смотри размешивать не а рано еще давай не 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 это мой мост так прикрытие а чё они сразу появляются что такое это что такое хорошо хорошо синий голем так это жестко сейчас будет прикрывай прикрывай давай а а ну голем должен был первый пойти вы чего они когда вот только появляются у них прям очень жестко они прям могут резко да видите много урон наносит крысу снесли так ну сейчас преимущество на моей стороне давай еще ему вот это вот ага бамс все я выиграл а я думал проиграю прикольно победитель рейтинговых игр получен достижение у тебя может быть несколько готовых колод ммм арбалетчики таковая они у меня уже есть самые такие стандартные уникальный ежедневные задания так а что это такое что за квест какой-то играй в команде сыграй командный матч да задание искатель приключений пройди главу приключения пока что не понял по поводу ежедневного задания но давайте мы командную битву сыгранем можете использовать заклинание для атаки строения ну понятно для всего для атаки всего так а как это будет вообще выглядеть командный бой то мне вот интересно он долго загружается видимо ждет пока все игроки загрузятся ну а да смотри-ка аааа вот так даже да ладно это интересно сейчас будет справа это справа короче это мой да союзник а слева я а че то так щит пока работает а что это вообще за дичь то такая шоковые да 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 шоковых надо вызывать все правильно все верно че то какие то жесткие они нас прям разносят давай так не че то он какой то че то у них команда вообще дикая мне даже особо нечего против посмотри и че творится голем то сможет вообще что то сделать ой 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 нас просто что что это что это за жесть ну они какие то да уже прокачаны это видно но тем не менее так повышай ранг играем матчи в режиме сражения или командной игры давай один на один дальше будем оп я так понимаю один на один тут быстрее ищется да за три секунды вообще интересная игра вроде кажется такая простенькая да а интересно какие то тактики подбирать разбираться новые карты во можно голема по мосту по нижнему раз а он решил так пойти а я копьем метателей чтобы они сразу на он жесткий а а с божественным щитом вызвал ты посмотри так хорошо крыса для прикрытия ребят ребят тоже для прикрытия какой то гуль у него жесткий надо легионеров туда я думаю легионеры с с ним справиться да а он видите да 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 главное чтобы они крысу крысу защищайте крысу нужно оглушение тоже я же говорил что я жесткий ага видите вот оглушение это хорошо работает ну да вот он уже он быстро бегать на просто ну это все чистоя победа ведь мы за награду если выигрыш получишь награду ключ честь 1 ключ успешно активирован дом чести какой то тут надо 15 ключей чтобы что-то еще на получить соревнование карточных домов ключ есть один активирован а и что тут 50 золота это маловато здесь у нас что ради веке ну гули реально у нас такие уже есть серебряную рамку и славу а смысл но слова не получит и что карта сильнее разве станет вот что это такое боевой допуск 2 деревянная линга а ну что ж дорогие друзья игрушка реально прикольно слушайте мне понравилось надеюсь вам тоже если так то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал ну и конечно же оставляйте комментарии советы какие-нибудь вот все всем спасибо за просмотр и всем пока